Привет, друзья! Раз у нас пошла на канале такая тема о сравнениях техник винчун и карате, то я решил показать вам еще одну комбинацию, которую можно варьировать, компилировать с другими приемами для того, чтобы ваша техника самообороны выглядела более эффективной и не только выглядела, но и действовала более эффективно по сравнению с другими. Вы становитесь в обычную позицию, левая нога впереди или правая нога впереди, как вам угодно, разворачиваетесь, допустим, вот так вот, и когда противник вам наносит удар в лицо, вы просто-напросто сбиваете один удар, этой же рукой вы сбиваете второй удар, шаг вперед, удар рукой. Как это действует в комбинации два блока, один удар или один блок удар, я сейчас вам покажу медленно. Вот смотрите, раз-два-три, раз-два-три, два блока, шаг-удар, два блока, шаг-удар. Это два блока. Точно так же работает и один блок, когда вы просто-напросто сбиваете руку противника, с подшагом наносите удар. Сбиваете руку противника, с подшагом наносите удар. Проклятые рудники. Так вот, если оно смотрится, конечно, очень просто, но когда мы на тренировках с ребятами начинаем работать, блок удар, два блока удар, они начинают путаться и иногда останавливаются в ступоре, я что-то не то делаю, наверное. Подожди, ты сейчас делаешь комбинацию два блока, один удар. Не важно, или ты делаешь нижний блок, делаешь верхний блок, наносишь удар, или ты делаешь верхний блок, нижний блок, следом за ним удар. Все зависит от ситуации, какой блок ты должен делать первым. Это я говорю на тренировке, так же я говорю вам сейчас с экрана. Монитора, телевизора, телефона, кто на чем смотрит. Один маленький момент. Вы никогда не должны становиться корпус на корпус к противнику. Встаньте немножечко по диагонали, хотя бы градусов 45, для того, чтобы вам проще было применять ваши техники самообороны против нанесения вам атак вашим противникам. Когда вы стоите корпус на корпус, вас очень легко сбить с ног. Поверьте моему опыту, очень легко сбить. Меня сбивали, я сбивал, это действует на раз. Поэтому, когда вы с противником отрабатываете, с напарником отрабатываете какие-то комбинации или постоите напротив противника, вы видите, что вам не избежать размена ударами. Принимаете обычную боковую стоечку и начинаете работать. Раз, два, три. Раз, два, три. Очень легкие блоки. Вот, посмотрите еще раз. Мы в стоечке. Рука. Один, два, три. Точно так же с другой стороны. Один, два, три. Или же вы сначала делаете нижний блок, верхний блок, наносите удар. Очень легкая комбинация. Она помогает вам развить координацию движений. Она помогает вам наработать эффективность и скорость вашего блока. Ну и, конечно же, не дает вашим мышцам застаиваться. Попробуйте, а потом скажете, нравится вам эта комбинация или нет. Хотя, как она может нравиться? Она или будет работать, или она не будет работать. Не будет она работать только в том случае, если вы неправильно ее использовали. Ну вот и все, что я хотел сейчас вот сказать. Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться видео с друзьями, поставить лайк, нажать на колокольчик. Что там у нас было еще? А, оставайтесь всегда с нами. У нас всегда есть что-нибудь хорошее, позитивное, нормальное, прикольное, веселое. Всем добра, всем удачи. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok